Всем-всем-всем привет! Сегодня я хочу с вами поделиться, как вам набрать тысячу подписчиков. Этот рубеж я уже перешла, поэтому я хочу поделиться с вами, чтобы вам было быстрее и лучше набрать эту тысячу подписчиков. Сразу скажу, если у вас есть свой YouTube-канал или еще нет, и вы хотите завести, обязательно заводите свой YouTube-канал. Вот прямо сейчас, посмотрев это видео, заводите свой YouTube-канал. Ничего не бойтесь, главное идти к своей цели. Если вы задали свои цели, то обязательно вы к ней придете. Поэтому не бойтесь ничего, заводите свой YouTube-канал. А если вы уже свой YouTube-канал завели, то постоянно вам нужно его улучшать, модифицировать и так далее и тому подобное. И набирать подписчиков. Это видео будет о наборе подписчиков. Итак, первая и обязательная часть – это тема канала. Вы должны полностью и четко определиться с темой канала. Если вы хорошо готовите, у вас может быть кулинарный канал. Если ваше хобби – рыбалка, у вас может быть канал о рыбалке. Если вы играете в онлайн-игры, вы геймер, вы можете вести свои стримы на YouTube-канале, рассказывать что-то о своей игре. И, наверное, самая сложная тема, она, в принципе, у меня, у многих – это влоги. Когда о вас еще никто ничего не знает, ваша жизнь еще никому вообще не интересна. Если вы решили заниматься влогами, то удачи вам с этим, потому что это непросто. Итак, с темой канала мы разобрались. Далее мы переходим к яркой обложке. Вы должны завлечь своего зрителя. У вас должна быть яркая обложка. Не ставьте на обложку вашего видео какие-то предметы. Поставьте лучше свое лицо. Сделайте яркую надпись. Это будет или тема вашего видео, или какое-то отрезочек описание с вашего видео, чтобы ваша обложка завлекала зрителя. И зритель обязательно зайдет, кликнет на ваше видео и обязательно его посмотрит. Итак, второе – это яркая-яркая обложка. Оптимизация видео. Обязательно называйте правильно свое видео. Название вы должны раскрыть, о чем будет ваше видео. Не пишите всякой чушь и бред, когда зритель начинает смотреть, и ваше видео не совпадает с описанием вашего видео, с темой вашего видео. Зритель злится, потому что он хочет смотреть одно видео, а получается совсем другое. И ставьте хэштеги к вашим видео. Это путь к успеху. Если кто-то будет искать, допустим, какой-то торт или что-то еще, или шоппинг, и у вас будут стоять эти хэштеги, то ваше видео выбьет в поиск. Поэтому правильно называйте свое видео и ставьте хэштеги. Завлекательное начало ролика. Первые 30 секунд вашего видео должны быть завлекательны. Они должны завлечь зрителя. Он должен посмотреть первые минуты ваше видео и такой, о, это видео я обязательно хочу просмотреть. Поэтому первые 30 секунд никогда не делайте скучными. Делайте тематическими, интересными, завлекательными для вашего зрителя. Итак, далее у нас мотивация зрителю. Вы должны в каждом видео мотивировать своего зрителя, подписаться на вас, оставить комментарий, поставить лайк вашему видео. И вы должны обязательно это аргументировать. Не говорите просто, эй, ты, подпишись на меня. Вы должны обязательно привести аргумент. Допустим, мой зритель, подпишись на меня, потому что моя цель набрать тысячу подписчиков. Именно ты, да ты можешь помочь прийти к моей цели. И зритель обязательно не пройдет мимо и подпишется на вас. Поэтому мотивируйте зрителя правильно. Правильная мотивация – путь к успеху. Далее, длительность видео. Я считаю, что идеальное по длительности видео – это видео 10-15 минут. Не делайте слишком длинные видео по 40 минут, по часу, пока вы не интересны никому, пока вы не набрали свою публику, пока вы не нашли своего зрителя. Делайте видео по 10-15 минут, делайте их более информативными, качественными, чтобы люди заходили на ваш канал, посмотрели ваши видео и захотели посмотреть еще и еще. А не то, что вы не снимаете видео на 40 минут ни о чем, и людям просто будет неинтересно их смотреть. Они больше и вообще не зайдут на ваш канал. Поэтому правильно распределяйте время своего видео и его длительность. Итак, далее у нас это регулярный контент. Я себе сделала установку, что в неделю я лично могу снимать по 2-3 видео. Это моя установка, я ей пользуюсь, я могу их снимать. Но если вы не можете снимать по 2-3 видео в неделю, допустим, а можете снимать только одно видео, снимайте одно. Пусть оно будет качественным. Ибо у вас может случиться перегорание. Если вы перегорите, вы не захотите снимать никакие видео, вы можете забросить свой канал и подумать вообще, зачем он мне. Снимайте в свое удовольствие. Снимайте, когда вам удобно, когда вы этого хотите. Никогда не снимайте с подпалки, потому что нужно. Лучше подождите и снимите более интересное видео. И ваш зритель это оценит, чем вы снимаете непонятно что. Итак, это у нас было регулярный контент. Далее, комментарии популярных видео. Найдите популярного блогера или это стримера, который снимает такой же контент, как у вас. И оставляйте у него в комментариях свои комментарии. Какие-то добрые, мотивирующие, может какие-то призывающие на ваш канал. Но не спамьте. Ни с кем в комментариях не ругайтесь. И люди будут вас замечать и на вас подписываться. Вы используете трафик другого канала. Да, так можно. Но главное, не выделяйтесь, не спамьте. Я даже захожу к блогерам, смотрю видео, пишу. Ах, какое у вас прекрасное видео. Если оно мне действительно понравилось, нам красивая природа, погода. На мое видео ставят люди лайки. Тем самым они меня видят, поднимают в топ и заходят, естественно, на мой канал. Пользоваться чужим трафиком можно, поэтому главное без хайпа и не будьте, не будьте назовливыми. Итак, далее у нас это прямые трансляции. Чтобы больше познакомиться со своим зрителем, чтобы с ним найти общий язык, делайте прямые трансляции. Делайте тематические прямые трансляции. Я, допустим, не вижу смысла делать такие трансляции. Я их вижу часто очень и в своих подписчиках. 4-5 часов вы включаете музыку и вам там капает какой-то трафик. Я считаю, что лучше делать трансляции тематически и общаться со своими зрителями. Делайте трансляции. Если у вас кулинарный канал, вы, может, на трансляции что-то приготовите. Если у вас есть какие-либо хобби, расскажите о своем хобби. Может, вам нравится читать, или вы можете людям посоветовать какие-то фильмы. Или набрали тысячу подписчиков и хотите с этими людьми поделиться, как им набрать тысячу подписчиков. Или 4 тысячи часов на первых этапах. Или, может, вы хотите, чтобы ваши подписчики между собой обменялись подписками. Можно назвать трансляцию обмен подписчиками. То есть, уйма, уйма идей. Но я считаю, что трансляции нужно делать тематически. Нужно общаться со зрителем, а не просто включать музыку. Да, если вы хотите быстро набрать трафик, у вас нет времени, вы можете из всех своих логов сделать один влог. Пустить там на 4-5 часов вот эту трансляцию. Люди будут смотреть ваши блоги. Или вы можете включить музыку, и вам тоже будет идти трафик. Но я не считаю это как бы суперзавлекательным для подписчиков. Но как для трафика, такое возможно. Люди такое делают, поэтому вы тоже можете так сделать. Это по поводу прямых трансляций. Вот. И еще у меня есть к вам один такой вот совет по набору подписчиков. Вы можете вконтакте, в одноклассниках, в телеграме, в общем, в социальных сетях находить группы, похожие по вашему контенту, который идет на вашем канале. Если это кулинария, кулинарные группы. Писать вконтакте или в любых других социальных сетях администратору. Им нужны же посты, им нужны какие-то темы. Вы можете предлагать свои видео, и они будут публиковать их у себя на странице. Им плюс это контент, вам плюс, вам подписчики. Я надеюсь, мое видео было полезно. И я предлагаю устроить небольшой челлендж у меня в комментариях. Если вы открыли свой YouTube канал, или еще не открыли, и вот прямо сейчас хотите открыть, или вы хотите набрать тысячу подписчиков, или может быть у вас больше тысячи подписчиков, но вам нужны подписчики еще, пишите в комментарии, знакомьтесь, оставляйте комментарии, подписывайтесь на друг друга. Устраиваем мы с вами в комментариях челлендж на подписки. Всем спасибо большое за просмотр моего видео. Ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, мне будет очень сильно приятно. Я хочу стремиться дальше, и моя цель – 10 тысяч подписчиков. Да, 10 тысяч подписчиков. Помоги мне прийти к моей цели. Всем пока-пока!